Робот в панике вон, что делать, что делать, батарейки сели, восход через одну минуту. Всем привет, друзья, добро пожаловать на канал Андрея Грини и в очередную серию SolarGen. Мы возвращаемся к нашей колонии, нам осталось 13 дней на выполнение нашего контракта. И, кстати, давайте мы сейчас глянем здесь на контракты. Мне писали, а, я не могу у Китая посмотреть какие-то другие контракты, да? В принципе, там мне писали, что есть более выгодный контракт, что я его не взял, там на 40 миллионов. Но, ребят, там контракт, как я понимаю, на освоение базы на Луне. Это несколько другое. У нас задача построить первую базу на Марсе. Что на Луне считается значительно более сложно и для начала не очень подходит. Так, мы переходим обратно к нашей станции и продолжаем наслаждаться вот этими замечательными фонариками, этим замечательным освещением. Да, вообще, что я успел построить и на чем мы остановились с вами? Это у нас, как я понимаю, переработка ресурсов. Здесь у нас склад, здесь у нас с вами генераторное топливо. У нас, к сожалению, нету. Так, кстати, вот эта штука, она вообще что и на что перерабатывает биотехника? Ни черта не показывают, честно говоря. Ну, ладно. Нам надо дождаться, по идее, света, освещения, чтобы можно было продолжить. Так, насколько нам хватает генераторов? Хватает на всю ночь. Значит, у нас с вами есть столовая полностью построенная. Вот такой вот коридор, подъем на второй этаж. Кстати, со вторым этажом тут такая беда. Я пробовал построить колонию и у меня что получалось? У меня получалось, что на первый этаж потом как бы, ну, проблематично довольно-таки попасть. Также мне писали, что... Мне писали, что вот здесь вот явно не хватает ширмочки. Ну, не то, чтобы явно не хватает ширмочки, а если ты больной лежишь здесь вот, бедный такой, на кровати, ты видишь, как там режут твоих друзей. Ну, что делать? Давайте мы отделим... Слушай, а можно как-то вот это вот развернуть? Да, слушай, можно вот так вот даже развернуть. Да, и, соответственно, у нас операционная полностью отделена. Значит, что я собираюсь сделать? Я собираюсь привлечь в нашу колонию людей. И надеюсь, что у нас это все пройдет гладко, потому что с этим бывают проблемы. То есть люди иногда появляются по пояс в земле, и в этом случае, ну, все, жопа как бы. Их оттуда не выточить. Иногда сейвом получается, иногда не получается. Итак, значит, во-первых, вы можете нанимать персонал только из тех стран, что имеют космопорты на этой планете. Для пересылки персонала из других стран вам потребуются орбитальные станции у этой планеты и на орбите Земли. Значит, смотрите, видите, тут два медика, один исследователь. Нам это совершенно не подходит, поэтому мы закрываем и открываем заново. Вот это уже интереснее. То есть исследование, промышленное производство и лечение космонавтов. В принципе, в принципе, с пивом потянет, хотя хотелось бы производственника лучше взять. Так, ну, во-первых, давайте мы возьмем себе робота-садоваку. Ой, садовака, поваряку, поваряку. Робота-поваряку, робота-повара. И все-таки, наверное, примем вот этих вот балбесов. Да, давайте мы их принимаем. Так, промышленное производство нас не интересует. И вообще, хотелось бы, наверное, сразу же еще и производственников взять. А также надо подумать, что у нас будет с нашей нарколабораторией. С обычной лабораторией, на самом деле. Давайте мы сейчас поставим здесь опоры. И я предлагаю сделать вот здесь вот обычную лабораторию, как вы считаете. Мне кажется, что очень даже в тему. Значит, начнем мы с обычных стен без окон. И вот у нас лаборатория, да? Вот раз, значит, блок лабораторий. Что тут у нас открывается? Вычислительные сервера необходимы для научных исследований. А также у нас, подожди, в жилых помещениях располагаются кровати. Погоди, это что у нас такое? Кровати. Вот такие вот интересные кроватки у нас появились, как только мы открыли научные лаборатории. Хм. Лучше бы какие-нибудь двухъярусные кровати на самом деле появились. Но, возможно, что это там, я не знаю, нетолерантно в этом обществе. Так, строим научные лаборатории. Точнее, научную лабораторию. Закончить строительство. И переходим уже сюда, да? То есть к блокам, которые нам доступны в этой самой лаборатории. Ой, а нам ничего не доступно, потому что здесь нужны какие-то ядерные отходы и еще что-то типа того. Еще фикусы какие-то, да? И, ой, ё-моё, сколько нам всего тут надо, чтобы что-то вообще здесь сделать. Ладно, тогда мы возвращаемся вот сюда вот к складу. Ядерное топливо. Да, мне, кстати, подсказал тонкий, что здесь показывают, когда ты наводишь на какой-то... Ну, вот в этой всплывающем окошке, короче, показывают, видите, отсутствует на складе надпись. А там есть еще и количество. Давайте соточку. Значит, что нам еще тут? Схемы нужны? Давай тоже соточку. Вот эти фикусы нам нужны? Тоже соточку. Моторы? Тоже соточку. Лампочки. Всего 102 у нас осталось, поэтому тоже соточку. 48. Слушай, на складе 78 штук всего. Вот этого дело даже 300, наверное, прикупим у тракториста. Полимеры. Блин, я не знаю, что там еще-то надо. Термоядерное топливо. Вот это тоже, наверное, сотку. Кстати, к вопросу о том, что у нас пустые баки. Они, на самом деле, не пустые. Я тут как-то пробовал играть, не поставил, ну, как бы не поставил большой бак. И у меня, ну, не хватало ни на что этого пространства. Просто, видимо, бак у нас очень большой. Ладно, давайте заказываем. На 4 мульта мы заказали. Ну да, наука, ребят, это всегда очень дорогое удовольствие. Ну и давайте мы ускорим немножко время. И я надеюсь, что у нас сейчас, как бы, ничего не пропадет. Поэтому давайте-ка я сейчас сохранюсь на всякий случай. Для этого надо будет выйти и сделать бэкап на всякий противопожарный. Ну что, бэкап создан. И осталось только молиться, чтобы наши поселенцы, вновь прибывшие, не провалились под землю. Кстати, еще один момент. У нас всего 9 единиц кислорода на базе. Давайте-ка мы закупим еще 1000. Также, я думаю, что еще не помешает 250 воды. И я даже не знаю, что нам еще тут, в принципе, нужно. Благородные металлы, наверное, не нужны. Давай 200 балок вот этим. Ну, чтобы просто корабль зря не гонять. Хотя, по ходу дела, мы ничего не платим за то, что этот корабль к нам прилетает. Ну и запускаемся. Главное, что если нам... Так, пожалуйста, пожалуйста, я тебя очень прошу. Пускай наши колонисты не провалятся под землю. Сейчас он улетит. Подожди, а второй корабль у нас просто тут стоит, что ли, так? Курит бамбук? Ой, нифига себе подлагнуло. Так, значит, наши ребята. Это робот. Ну-ка, раз. А где все остальные? Они все в одном... Только не говорите мне, что вы все под землей появились. Это будет прям, ну, совсем печально. Хорошо. Давайте мы всех сейчас определим, где им надо будет работать. Во-первых, мы сейчас организуем вот это вот рабочее место и сюда кого-нибудь определим. Погоди, а этот корабль нам только людей привез, да? То есть, а все остальное нет, не привез. Хорошо, значит, мы сначала определяем вот сюда, назначить персонал. И, соответственно, здесь... А кто из вас? Кто-то вообще? А, вот тебя можно сюда назначить. Жилое помещение тебе... Опа, подожди. А, здесь правильно. Здесь же есть две койки. То есть, можно поместить сюда персонажика. Что у нас с жилыми помещениями? Что-то я потерялся. А где они у нас вообще? Жилые помещения... А, они у нас отключены. Ребят, конечно же. Надо сначала включить здесь электричество. Нам вообще там хватит? Текущий заряд аккумуляторов 79%. Ну, более-менее. И назначить сюда персонал. Значит, первый. И вот так вот вручную придется это делать. Да, это довольно-таки интересный момент. То есть, нельзя откуда-то из другого места, там вот из какой-то статистики, назначить им комнаты. То есть, надо обязательно кликнуть по комнате и назначить в ручном режиме. Вот так вот наших персонажей сюда. Так, повар у нас идет сюда. Соответственно, робота мы сюда назначаем. Место для зарядки у него есть. И теперь, что касается... Подожди, а у нас какие специальности там вообще у ребят были? Производственник, медик, научный и промышленник, по-моему. Да, то есть промышленность. Да-да-да-да-да. Еще промышленное производство, но я, честно говоря, не знаю. Промышленное производство. Вот эта вот переработка считается промышленным производством или нет? По ходу дела нет, не считается. То есть, нам нужна еще и какая-то, я не знаю, какой-то завод или что-то типа того, потому что я фиг его знаю, куда этого промышленного деятеля девать. А что с шаттлами-то? А вот сейчас они улетят, и у нас, собственно говоря, появятся ресурсы. Все ресурсы появились. Рабочее место физика, биолога. Так, ну давайте на рабочее место физика организуем сначала. Вот здесь вот у нас рабочее место физика, рабочее место биолога. Мы поставим вот сюда вот у стеночки с этой стороны. Тут вообще, возможно, придется еще какое-то двухэтажное помещение делать, потому что я допускаю, что здесь какие-то будут прям большие объекты. Так, научное оборудование увеличивает эффективность исследования в колонии. Так, это все научное оборудование, да? Рабочее место инженера. Ну давай будешь рядом с биологом вроде бы. Подружитесь заодно, там, я не знаю, семью заведете. Вот так вот, да? И научное оборудование всякое. Значит, сюда ставим такой вот столик небольшой. Такс, такс, такс. Вот сюда вот отлично войдет. Великолепно вообще. Углового жалко не хватает, и плат нам не хватает еще. Это какое-то прям большое, да, видимо? Так, а в чем прикол? Какая разница, какие ставить? Чем они отличаются? Так, рабочее место инженера. Ну, это понятно. С этим мы разберемся. Нам надо будет сразу же, наверное, микросхем еще купить. Значит, что мы сюда можем? Назначить персонал мы сюда можем. Вот у нас Кристина Уэбер. Сюда назначается переименовывать, как я понимаю, нельзя. Так, персонал. И сюда может назначаться три человека. Так, выбрать исследование, ребят. У нас появился вот такой вот интересный момент. Мы можем выбрать исследование, генной инженерии, нанотехнологии, технологии манипуляции материи на уровне молекул. Я думаю, что сразу нам откроется новый персонаж, Медведев. Так, термоядерная энергетика. Прошла долгий период от теоретических разработок до рабочих реакторов. Так, оборудование. Короче, будет доступно новое всякое оборудование после исследования. А, подождите, а главный вопрос. Это надо выбирать? Нет, это нам все уже доступно. Растения, приспособленные к малой силе тяжести. Тканевая инженерия. Выращивание любых тканей и органов по, собственно, ДНК человека. Нифига себе. Так, биорепозиторий. Глобальная база данных о генах большого количества живых организмов. Служат источником статистических данных для других исследований. Выращивание животных ради еды было необходимым процессом в течение тысяч лет. Теперь мясо можно будет выращивать на производстве. Короче, вот это все касается еды, как я понимаю, да? Это у нас нанотехнологичная одежда. Умная одежда, не требующая ухода, в которой ни холодно, ни жарко. Миниатюрные датчики, которые могут быть размещены где угодно. И собирать, так, огромные массивы полезной информации. Куча сразу откроется всяких новых столов, да? Ух ты ж, ё-моё. Углеродные нано-конструкции больших размеров. Нано-трубки необходимой длины. Как видите, всякие склады, как я понимаю, будут доступны. И композитные нано-материалы. Комбинирование материалов в нано-масштабе позволяет создавать уникальные новые материалы. Прям очень много всего интересного. Так, безопасная ядерная энергетика. Атомной энергетике уже почти 100 лет, но она не была достаточно безопасной, чтобы использовать ее в космосе. То есть это нам даст различные виды, как я понимаю, атомных реакторов. И помимо солнечников у нас появится возможность еще работать вот с этим всем делом. Нет, давайте мы вот сюда пойдем, наверное. Потому что я хочу... Это мне кажется как раз... Я сейчас пальцем так показываю для наглядности типа на экран, что это как бы оборудование для добычи ресурсов, как я понимаю. Так, отлично, значит, запускаемся. Теперь бы нам еще сделать... Так, подожди. Что нам еще сделать? Нам, во-первых, надо заказать разные новые девайсы. Ну, не новые девайсы в смысле, а те, которых нам не хватает. Да, у нас платы кончились, к примеру. Соточку давай закажем. Так, фотоэлементы у нас... Ну, давай 56 докупим. Так, жиропрочные это нам не надо. Что мы тут вообще пролюбили? Композит давай сотку закажем. Мне кажется, что они нам могут понадобиться. Лампочки пока... Ну, еще докупаем. Проводов тоже докупаем. Ну, и этого добра. Нам, в принципе, надо обеспечить значительно больше. Так, передать по контракту. Сколько нам надо? 19 колонистов разместить. А вы что там бамбук-то курите? Давайте, идите на базу. Что-то им не нравится. А нет, слушай, нормально проходят. Проходят вовнутрь. Пошли, видимо, работать. А вот этот товарищ, у него работы нету. Потому что у нас нету производства никакого. Давайте мы посмотрим, что у нас есть в плане производства. Включим пока первую скорость. А то мы так никогда и не дождемся рассвета. И есть ли у нас вообще возможность построить производство? Сейчас мы глянем. Я не хочу специально пока второй этаж строить. Потому что, как я уже сказал, там возникают некоторые сложности. Мы пока вот так вот нарисуем с вами план строительства. Так, подожди. Здесь у нас... Здесь у нас переработка. Биопереработка. Это у нас коридор вот такой вот узенький. Блин, что-то да. Прям совсем узенький коридорчик. Может быть, и не совсем в тему. Так, шаттл к нам прибывает. А мы тем временем посмотрим, есть ли у нас вообще это самое производство. Так, располагаются биореакторы. Вычислительные сервера для научных исследований. Угу. Так, то есть вычислительные сервера нам, скорее всего, будут нужны. А вот производство я здесь не вижу, ребят. Склад есть, электростанция, госпиталь, лаборатория и вычислительные сервера. Все. Биотехнические помещения. Это биореакторы. То есть это не совсем то, что мне надо. Ладно, давай в любом случае мы здесь коридоры зафигачим. И, наверное, мы тогда с вами сделаем что? Вот здесь вот эти сервера расположим. Я просто не знаю, какого это все должно быть размера. Вычислительные сервера. Потому что, черт его знает, может у нас без них вообще ничего работать не будет. А, кстати, меня мучают смутные сомнения, ребят. А я двери сделал вообще в лабораторию? Да, ребят, идите работайте. Давайте с левой стороны. Короче, куда кликаешь мышкой? Там появляется дверь. А я там что-то тупил и так далее. То есть вот здесь, допустим, я хочу справа. Вот здесь вот. Вот справа у нас появилась, соответственно, дверца. Завершить строительство. Вот у нас, кстати, показывали. Невозможно пройти к объекту. Сейчас я думаю, что все будет возможно. Вот, да, эффективность научных исследований снижена из-за недостатка вычислительных мощностей. Стройте больше серверных и серверов в них. И не всему персоналу назначена работа. Так, ну, производство на улице мы с вами будем назначать после того, как у нас, собственно, рассветет, чтобы можно было все это дело строить по красоте. Так, а сейчас мы давайте посмотрим по объектам, что здесь. Сервер увеличивает вот так. Подожди. Значит, вот такие сервера есть. Какой-то прям маленький. Ну, почти как мой компьютер, да? Так, увеличить вычислительные мощности. Вот такой вот есть. Я сейчас просто все поставлю разные. А, не поставлю, лампочки кончились. А, так у них ламповые компьютеры, прикиньте. Так, а когда у нас там шаттл-то прибудет и прибудет ли вообще? А, кстати, у нас проблемы. У нас проблемы с энергетикой. Восход через 4 часа. И мы рискуем опять остаться без освещения, как я понимаю, да? Да, есть такое мнение, что мы можем остаться без освещения. Шаттл к нам уже сейчас не полетит. Давайте-ка мы сейчас еще поторгуем. Грини поторгу, на вещь. Давай, 200 лампочек купим. Что-то они улетают просто с реактивной скоростью. Что по счету такого? Платы, мне кажется, 150 давай. Интересно, у нас деньги-то на 5 миллионов осталось. Не так уж и много. А нам надо разместить еще дофига народу. Надо думать, как это все лучше сделать. Как лучше скомпоновать. Подожди, а где у нас комнаты-то? Все время теряю. Куда у нас комнаты персонал? Вот они. Они просто почему-то все такие, короче, темные. Не показывают нам их. Тем временем на 10% у нас уже закончено исследование. Вот наш научный деятель. Симпатичная девушка, кстати. Она у нас тут работает. Можно будет, кстати, потом поставить еще такие же столы. Как я понимаю, надо... Я поставил каждого стола по одному виду. Но чтобы работать над одним исследованием... А можно второе исследование назначить? Интересно. Если мы... Ой-ой-ой, подожди. Что у нас? Все, электричество кончилось. Надеюсь, что никто не умрет. Если там не хватает китайской кухни, построите китайское кафе и готовите там китайские блюда. Конечно, да. Робот в панике. Вон. Что делать? Что делать? Батарейки сели. Восход через одну минуту. Отлично. Значит, смотрите. Нам не хватает на цикл день-ночь. Вот на эту базу нам не хватает 2%. То есть, по идее, нам надо поставить еще больше солнечников. Блин, они у нас тут, конечно, криво, косо, косовато стоят. Ну, давайте мы сейчас разместим где-нибудь вот здесь вот еще отдельно солнечники. Я начну их выставлять уже прям грамотно, красиво и аккуратно. 9 и давай еще 10 сюда поставим. Вот. 10 солнечников у нас работает. Зарядочка у нас. Но все равно, видите, у нас 98%. Так, с шифтом можно быстро перемещаться. По поводу аккумуляторов. Давайте мы где-нибудь еще здесь вот поставим аккумуляторный блок такой вот. Из 4 штук, наверное. Ага, из 4 не получится. Мы просрали все ресурсы. Мы все просрали. Прости, Илон Маск. Илон Маск правильно там написали. Бедный там плачет. Китайцы первые на Марсе, короче. Забили все. Все застолбили. Давай пятихаточку. Вот этих вот штукенций. Так. Здесь тоже полтинничек добавим. И лампочек 150. Чтоб можно было прям много всего интересного построить. Надо выполнять контракт как-то. Иначе у нас сейчас деньги так кончатся. И все. И привет. А здесь я что хотел сделать? Что-то я хотел здесь сделать, помнится. Так. Это у нас серверная. Серверной нам пока достаточно. А производства у нас пока с вами и нету. Значит, по поводу производства. Так. Из-за внезапного кризиса возникает дефицит ядерного топлива. Вовремя я его купил, на самом деле. Вовремя. Очень вовремя. Правда, мало, мне кажется. Интересно, через сколько этот кризис здесь закончится. Значит. Опытный бур добывает небольшое количество твердых ископаемых. Ну, давай построим мы этот опытный бур. Вот. Рабочий терминал вроде вот с этой стороны. Давай прямо напротив спуска вот здесь вот поставим его. И здесь можно настроить, что мы хотим добывать, как я понял. Это нам неинтересно. То есть, что нам неинтересно, то мы убираем. Назначить персонал. Некого назначать, к сожалению. И нам надо реально сделать еще комнаты какие-то. Вопрос в том, где. Можно вот здесь вот коридор, на самом деле, построить еще подлиннее какой-то. Вот сюда вот выстроить коридорчик, допустим. Давайте первую скорость здесь поставим пока. Господи, какой же ты громкий, Шаттл. Ты очень красивый, но ты очень громкий. И ввиду того, что настраивать сейчас нихрена нельзя. Никакую там громкость, так, ни музыки, ничего остального. Это, конечно, очень печально. Так, значит, короче. Нам надо сделать вот здесь вот всякие комнаты красивые, да? Давай вот сюда вот выходы сделаем еще. Коридорчиков, да? Комната у нас без окон, без дверей. Это, конечно, фигово для наших ребят. Ну, что поделать. Значит, коридоры. Начинаем с коридоров. Раз, два, три, четыре. Так, ну, короче, считать я не буду. Дурацкая привычка. И нам надо девятнадцать комнат сделать, ребят. Девятнадцать. Семь комнат, да, получается? Семь. Восемь. Девять. Десять. Опа. То есть здесь надо двойные. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Так, четырнадцать. То есть здесь у нас понижение грунта идет. И, собственно говоря, комнаты. В принципе, в принципе, можно поставить вот такие вот стеклянные комнаты. Жилые помещения. Но они, скорее всего, будут от нас требовать больше ресурсов. А вот здесь вот их просто ставить не имеет смысла местами. То есть вот так вот мы жилые помещения доставим. А вот здесь вот я думаю, что имеет смысл просто поставить обычные. Не хватает материалов, ребят. Каких материалов нам не хватает? Лампочек опять. Как обычно, естественно, нам не хватает лампочек. Закончить строительство и пойдем дальше торговать. Вначале, понятное дело, у нас получается очень много всякого строительства, где мы проводим все время на паузе. Так, кстати, здесь мы тоже неплохо так потратились. Давай 500 лампочек закажем. Вот. А потом, я надеюсь, что будет все-таки как-то... Слушай, что-то я тут наворотил, по-моему, страшного. Потом, я надеюсь, будет больше какого-то... Ну, не то чтобы экшона. Экшон тут здесь вряд ли будет. Это все-таки не про эту игру. Хотя, вроде разработчик сказал, что будут там аварии какие-то и так далее. То есть все это планируется в игре, но позже. Так, двери мы хотя бы можем сейчас добавить сюда. Вот такие глухие двери. Давайте мы, наверное, в левой стороне будем их добавлять. Вот так вот, да? Угу. То есть сюда мы добавили. Окей. Также можно будет здесь... Не можно будет, а нужно будет в коридорах добавить всякие диванчики. Потому что нашим ребятам, особенно если у них нет никакой работы... Ну, все это... Так, подожди. Забыл совершенно нажать здесь закончить строительство. То есть это выход из режима строительства. Это надо нажимать, иначе будут сложности. Так, значит, кровати у нас появились самые разные. Так, это у нас самая простая кровать. А в чем отличие, я не знаю, честно говоря. Смотрите, вот здесь вот... Вот эти прямо дорогие какие-то кровати. В чем они отличаются, я без понятия. Ну, давай попробуем поставить, допустим, такую кровать. Что-то она как-то... Блин. Что-то она сюда не встает, короче. Это кровать дорогая. Она очень дорогая, но не встает. Окей. Ну, давай вот сюда, вот сюда вот она встала. Так, ладно. Слушай, дорогая кровать нам сейчас не нужна. У нас и так есть проблемы с финансами. Не то, чтобы есть сейчас, но мне кажется, что они у нас появятся. И главное, чтобы нам хватило на нужное количество комнат хотя бы. То есть, чтобы мы могли выполнить контракт и взять какой-то следующий контракт. Ну, либо пытаться раздобыть денег в рамках существующего контракта. Но в любом случае нам надо его будет выполнить. То есть, мы сможем продавать ресурсы, которые мы добудем. Если мы добудем, конечно, что-то. Так, подожди. А здесь у нас комната не достроена. На нее у нас не хватило мозгов. Да, судя по всему. Так, раз, два, три. Как минимум, еще две партии колонистов мы можем с вами принять. Давайте мы посмотрим, кто у нас здесь. Вот добыча. Блин, вот лечение. Лечение. Куда мне нужен еще один доктор? Самое поганое, что его нельзя отменить. Ну, давайте попробуем. Может быть, как-то получится. Может быть. Видите, нельзя. Нельзя здесь выбирать никого. То есть, вот, допустим, мне какие-то ребята не нужны. Ну, вот, ладно. Промышленное производство нам пригодится. То есть, принять. Окей. Значит, еще кого? Вот опять доктор. Зачем нам еще один доктор, ребят? Он нам не нужен. Ну, вот это. И везде нам сует промышленное производство. Ну, давай вот так вот. Господи. Шестерых еще, короче, берем. И мне кажется, что мне надо опять сделать бэкапчик на всякий случай, чтобы у нас не случилось непоправимого. Бэкап сделан. И мы готовы к приему очередной партии смертничков в нашу колонию. Давайте дождемся, когда прилетит шаттл. Так, что у нас здесь? Здесь у нас все пока замечательно. В плане имеется в виду зарядки аккумуляторов. Все зарядилось. И было бы неплохо после того, как мы отправим шаттл, сделать еще аккумуляторы. Шаттл, улетай. Так, люди вроде бы так. Ну, трое появились. Трое появилось. Да? А, подожди, а где остальные? А черт его знает. Так, давайте мы определим всем места их жительства. Это довольно долгий и муторный процесс, поэтому я думаю, что я его вырежу. Нафиг. Все, вроде всем хватило места. Все шестера размещены. И теперь надо подумать, что у них там по работе. Какие у нас там есть специальности. Промышленное производство. Их девать некуда. Добыча полезных ископаемых. Вот это мы можем, в принципе, себе позволить. Да? Назначить кого-то вот сюда. Так, это что у нас такое за кнопочка? Ага, вот кнопочка, которая сразу же позволяет нам перейти вот в этот вот режим найма персонажа. И мы можем добавить, наверное, еще какую-нибудь добычу. Хитрозады, хитромудрую. Так, что мы здесь вообще, в принципе, можем? Воду добывать можем, да? Я надеюсь, что это тоже... Этим тоже занимаются у нас те же самые ребята, которые занимаются вообще добычей каких-либо ресурсов. Итак, значит, что у нас здесь есть? Есть у нас опытный бур. Есть опытный скважин. Добывает небольшое количество жидких и газообразных ископаемых из недр планеты. Ох, какая дура-то. Но красивая, блин. На самом деле, модельки здесь офигенные. Мне очень нравится. Давайте его под каким-нибудь таким вот углом чуть-чуть поставим. Мне кажется, что это реалистичности немножко добавит нам. Так, строительство. А здесь вот нету такой же иконки, пожалуйста. А, вот есть, да? Давай, назначаем тебя сюда. И что еще мы можем сделать? Что мы еще можем построить в плане именно добычи? Опытный насос добывает небольшое количество жидкости с поверхности планеты. Окей, давай мы опытный насос тоже сюда вот поставим. Запускаем время. И третьего сюда назначаем. А по поводу, кстати, того, что мы добываем. Давайте мы глянем. Сейчас все это свернем. Но, знаете, в чем еще проблема? На самом деле, игра сейчас работает в 1080. У меня, как это ни странно, да? То есть, у нее, в принципе, автоопределение разрешения. Но она почему-то вот... Так, подожди. Производится в час. Это чего она сейчас производит? В воду или что? Персонал назначен. А вот что она производит, черт его знает. Здесь вот производится у нас вода, как я понимаю. Вода и азот. Или что это? А, и водород. Так, то есть, подожди. Это можно отменить, да? Ну, мы ничего пока отменять здесь не будем. Пускай работают. Вот, короче, игра работает в 1080 вместо 2К. И, соответственно, у нас очень большие вот эти все окошки. Для вас это удобно, особенно если вы работаете там... Не работаете, а смотрите на телефоне. А вот для меня это не очень удобно, мягко говоря. Так, подожди. И что у тебя? Какие у тебя проблемы? Только не говорите мне, что негде... А, негде присесть. Так ты не присаживайся. Ты лучше иди поработай сразу. И вот, видите, что у нас тут со вторым этажом. Тоже есть проблема. То есть, вот туда вот заглянуть уже довольно-таки проблематично. Значит, что мы здесь можем сделать? Нам надо в коридор поставить какую-то еще мебелишку. Давайте мы поставим вот такие диванчики. Коля мы их начали уже ставить, давайте мы их и продолжим ставить. По всей колонии. Ребята у нас гордые. Они не готовы сидеть вдвоем на одном диване. Им, судя по всему, надо каждому персональный диван. Засранцы, короче. Автомат с едой и напитками. Быстрый способ утолить голод и жажду. Ну, давайте вот сюда вот еще автомат такой поставим. Хотя бабок у нас не так уж и много. Так, тебе все еще что-то не нравится, да? Нет, теперь все нравится. Значит, медик у нас, медики у нас с работы, исследователи у нас, в общем-то, тоже. Короче говоря, никаких проблем. Ага, конечно, никаких проблем. Безработный раз, безработный два. А, да у нас много очень промышленников. А куда их девать, я пока не знаю. Ладно, давайте мы достроим наши комнаты, которые я планировал достроить давным-давно. А, и вот-вот-вот еще какой момент. Комнаты-то я строю, но нам надо, знаете, с чего? Все-таки надо начинать совершенно с другого. Нам надо еще аккумуляторов поставить. Потому что сейчас я, допустим, сделаю еще комнат. И потом внезапно ночью окажется, что нам нифига не хватает тех аккумуляторов, которые у нас есть. Поэтому давайте мы сделаем вот такой вот большой блок аккумуляторов. Что у нас зарядка 71%, но этого точно должно хватить. По-любасу, если уж этого не хватит на ночь, то я не знаю, что делать. Так, по комнатам. Лампочек. Лампочек не хватает. И кто-то не может пройти к объекту. А в чем проблема? Проблема, скорее всего, в том, что кто-то опять у нас застрял. Марша Фулфорд. Флойд я сначала прочитал. Что-то, да, у нее какой-то сбой программы. Ну, я надеюсь, что ее отпустит чудо-трава, потому что она здесь вполне себе ходит. Но, видите, есть какие-то проблемы иногда с поиском путей и так далее. То есть, вот что-то ей не нравится. То есть, она говорит, я не могу дойти. Возможно, нужно переставить объект, чтобы освободить дорогу. Ну, давайте, на самом деле, это не проблема. Давайте мы переставим действительно объект. Вот сюда вот, допустим. Сможешь ты его тогда найти? Назначаем тебя, Марша Фулфорд, короче, сюда. И, слушайте, нам не хватает освещения, да, явно. Хотя, честно говоря, не поправила ситуацию. И главное, что у нас Фулфорд происходит. Отпустит ее чудо-трава-то или не отпустит? Так, тут у нас работа идет, хотя, не знаю, на самом деле, идет работа, не идет. Запускаем время и продолжаем заниматься строительством. Значит, сколько нам еще осталось? Нам еще 13 колонистов надо где-то поселить. Лампочки нам привезли, и мы можем продолжать строить. Значит, одна комната, две комнаты, три комнаты. Очень странно, ребят, нам почему-то не хватает китайской кухни. Я не знаю, почему. То есть, робот у нас здесь работает, и не хватает одному человеку всего. То есть, либо нам надо здесь делать больше вот этих вот штук, либо, как бы, нам надо больше столов делать. Я уж не знаю, в чем причина. Какая-то непонятная непонятность здесь у нас происходит. Ну, давайте вот еще одиночный столик. Мы можем здесь, допустим, поставить вот здесь вот у окошечка. Хотя я боюсь, что окошечка скоро тоже не будет. Вот, ну, не нравится ему что-то, короче. Вот что-то, что-то тут ему не нравится. В общем, с комнатами вышла некоторая запара, потому что у меня не хватило, как обычно, ресурсов. Так, ну, почему тебе не хватает китайской кухни-то? Ядритская сила. Ну, пойди да поешь. В чем проблема-то? Ты у нас чем занимаешься сейчас? Ты у нас готовишь. Сейчас занят. То есть, все нормально. То есть, все отлично, все хорошо. Это у нас китайская кухня. То есть, доступ сюда у нас есть. У всех наших ребят. Но при этом, вот, кто-то буянит и говорит, что нету еды, братишка, сделай, нам поесть. У всех остальных никаких проблем нету, а вот у этого есть. Так, уже у два их не хватает. Может быть, одного вот этого стола не хватает? Слушайте. Кухня позволяет готовить еду в колонии. Макс производства в час. Три единицы. Окей, давай мы поставим еще одну такую же штуку. И, может быть, еще купим еще одного бота. Возможно, что в этом проблема. Так, единственное, что куда тебя поставить, можно... Ну, давай вот сюда вот тебя поставим, предположим. И закажем еще одного товарища повара. Может быть, в этом проблема. Возможно, что сейчас эта проблема решится. А я пошел дальше комнаты строить. Вроде бы шаттлы все прилетели. Ну, или почти все. Так, у нас есть 24 комнаты, ребят. Теперь давайте мы здесь диванчиков еще наставим, наверное. Так, вот друг напротив друга можно поставить диванчиков. Чтобы всем всего хватало. Ну, они в любом случае, скорее всего, будут бунтовать и говорить, что им что-то не хватает. Но мы вот так вот хотя бы поставим. И мы можем нанять еще... Нам надо сколько? Еще 13 человек, да? Еще 13 человек мы сейчас с вами наймем. И будем надеяться, что обойдется как-то без бэкапа. Значит, два научника и промышленная. Окей. Трое есть. Медиков нет. Медиков мы не берем с вами. Давайте еще раз посмотрим. Значит, опять медики-промышленники не подходят. Нам надо больше... Хотя, вы знаете, вот исследователей мы тоже возьмем. Значит, шесть человек. Ну, фиг с тобой. Значит, один медик. Девять человек. Еще научные деятели. И нам надо много горняков. Давайте посмотрим. Последняя партия у нас должна состоять из горняков. Блин, а состоит она исключительно... Господи, три медика. Блин, что происходит вообще? Да, ну вот так вот хотя бы. Окей. Сейчас посмотрим. Я все-таки бэкап, наверное, сделаю. Потому что не хочется терять вот эту колонию, если кто-то где-то застрянет. А вероятность такая есть довольно большая. Поэтому сделаем еще один бэкапчик. И знаете, что вот меня волнует? Вообще, смотрите, здесь передать по контракту. Есть мнение, что я эту базу сейчас отдам просто. То есть я заработаю деньги. И таким образом я просто продам эту базу китайцам. Вот есть такая тема. Очень даже может быть, на самом деле. Сейчас посмотрим, как это все работает. Ждем, когда у нас прибудет очередной шаттл наш. И закопаются люди. Кстати, дожди. Сколько шаттлов? Четыре шаттла должно прибыть. Прибыло два шаттла. Не знаю, что они нам привезли. Я надеюсь, что как раз людей. Так, давайте строительство мы пока закроем. Да, часть. Нет, это робот у нас. Робот. Хотя нет, люди тоже появились. Люди тоже появились. Так. Эффективность научных исследований снижена из-за недостаточного количества научного оборудования. И эффективность научных исследований снижена из-за недостатка вычислительных мощностей. То есть нам надо здесь научное оборудование, а здесь вычислительные мощности. Ну, давайте добавим еще серверов, наверное. Ну, предположим, вот сюда такой поставим и еще какой-нибудь. Предположим, вот так вот. Да, хватит тебе, чудо? Или не хватит? Подожди, а это что у нас вообще? Сервер. Это все сервера. Но продолжают они жаловаться на что-то. 16%. Так. Совместными усилиями кризис удалось преодолеть. Теперь жидкое топливо доступно для закупки. Отлично. Значит, здесь мы разобрались, а вот здесь вот нам явно что-то не хватает еще. Давай поставим еще вот такие штуки. Значит, это раз. И столы физиков, как я понимаю, нам нужны. Место рабочая физика. Потому что я назначил троих, но что толку? Я назначил троих, если столов-то у них нет. Что-то на самом деле ничего не меняется. 16%. Стройте больше серверных. Стройте больше лабораторий. Так, еще все прилетели или еще? Еще два шаттла. Ну-ка, передать по контракту. Четыре колониста еще должны у нас прилететь. Фиг с ним. Если мы передаем эту базу куда-то, нам по барабану на самом деле застрянут они там в грунте или не застрянут. И не хватает нам еще трех диванчиков в коридорах. Господи, смотрите, как их плющит-то от отсутствия мебели. Ну, ребят, на самом деле сейчас очень активно идет тестирование игры. Был набор в закрытый бета-тест. То есть, я думаю, что все вот эти вот баги, лаги и прочее гуно сейчас будут выпиливаться прям вот в последующие там 7 дней перед выходом игры в стиме. Будут выпиливаться прям максимально эффективно. Так, ну, с диванчиками мы разобрались. Кстати, что-нибудь у нас произведено вообще или не произведено? Давайте мы вот эту тему закроем и посмотрим вот сюда. Производство. Да, слушайте, у нас вода произведена в каком-то количестве. 300 штук, да. Углеводороды. Жидкость или газ. Производство вовсю, да. Водичка. Поставки. Производство. Потребление. А еще что-нибудь у нас тут где-то что-то производится. Цветные металлы. Железо. Железо не производится. Вот цветные металлы. Так, это у нас поставки. Это у нас потребление. И производство. Было-было, но прошло. Подожди. А, только оно минусовое. Отлично вообще. Подожди, а как мы можем в минус уйти по производству? Что-то я не понял. Ладно, с этим мы будем с вами разбираться. Сейчас меня больше другой вопрос интересует. Что там с заданием по контракту? Заберут ли у нас эту колонию или не заберут? Тут, как я понимаю, да. Возможно, что по контракту мы будем на продажу делать колонии. И также... Так, можем? Нет, все еще 4 колониста нам надо. Подожди. А у нас все шаттлы прилетели. А, не все улетели еще. Давайте, сваливайте отсюда. В темпе вальса. Ну-ка. Не все колонисты обеспечены... Да вы серьезно? То есть нам надо еще и всех обеспечить работой? Промышленное производство. Вот самое главное это промышленное производство. А каким образом мне обеспечить этих балбесов промышленным производством, если как бы у нас нету просто нихренашеньки? Ну, в смысле, мы не можем ничего построить для этого самого производства. Ну, так, раз, два, три, четыре. Значит, четыре вот этих балбеса мы можем использовать. Подожди, углеводороды. А это они у нас требуются для того, чтобы работала вот эта штука? Нет, это на топливе. А, подожди, а что вот с этих углеводородов я могу сделать? Производится на... Значит, а что у нас по топливу? Производится ли каким-то образом это самое топливо? Вот у нас топливо, значит, производится. Да, на чем-то оно производится. Вопрос в том, что у нас с производственными зданиями. Каких у нас зданий не хватает? Вот в чем вопрос. Значит, давайте мы сейчас сделаем, наверное, еще кое-каких объектов. Ну, перед тем, как заканчивать серию. В принципе, уже пора заканчивать серию. Даже, наверное, может быть, две такие штуки мы с вами сделаем. И настроим их на производство определенных объектов. Да, то есть, меня вот не интересует грунт. Меня не интересует сейчас вот эта штука. Ну, железо, на самом деле, тоже не особо интересует. Меня интересует вот производство вот этого металла. Ну, вот это тоже можно. Короче, вот этих металлов производства. И назначаем персонал сюда. Обеспечим хотя бы кого-то работой. Так, еще двое, как минимум. Да, и двое у нас будут работать на... На чем? Они будут работать у нас, добывать, наверное, на насосах, может быть, воду. И так, опытная скважина. Давай опытную скважину замутим. Еще одну. Надеюсь, что у вас все срастется. Что сюда ты сможешь пройти спокойно. Так, оки-доки. И последний объект, который я хотел бы сделать. Это у нас опытный насос. Соответственно, ставим его тоже вот сюда вот рядышком. По-моему, только я немножко неправильно тут лес с лесенкой замутил. Может быть, сейчас возникнут проблемы. Возможно, они сейчас не смогут туда пройти. Так, еды у нас на 7 дней. Голодно 0 колонистов. Воздуха на 26 дней. А вот с этим вот, с лабораторией, у нас явно есть какие-то сложности. И 13 человек надо обеспечить работой. Ну что, ребят, наверное, на этом мы с вами будем заканчивать. Огромное вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Ну, а с вами был Гринни. Всем пока и отличного настроения. Пока-пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok